Здравствуйте, братья и сестры! В известной притче Иисуса Христа о милосердном самарянине идет речь о некой гостинице, в которую был привезен избитый человек, самарянином привезен, уже с промытыми ранами, и отдан на руки гостинника. То есть человека, владевшего этой гостиницей. Ему были заплачены деньги. Две монеты были заплачены ему со словами, что если он истратит больше на уход за больным, побитым человеком, то при возвращении своем милосердный самарянин возместит ему убыток и даст ему то, что он издержал сверхполученных заранее денег. Образом этой гостиницы является церковь, избитым человеком является Адам, самарянином добрым, который несет на себе на своем ослике, на плоти своей в больницу этого человека, является Христос, промывший наши раны вином и елеем. А две монеты, которые он дал гостиннику для продолжения лечения, это два завета, ветхий и новый, из которых нужно черпать все, что необходимо человеку для того, чтобы лечить эти раны, пусть они затягиваются, пусть врачуется человек, а потом самарянин придет, Христос вернется опять проверить, как там исцелел или не исцелел его больной друг, его неожиданный пациент, попавший в руки разбойникам по дороге из Иерусалима в Ерихон. И вот тогда Господь Бог заплатит тем, кто истратил больше на врачевание этого больного. То есть, ежели что и при еждевеши, истратишь больше, аз, егда, возвращуся, воздам ти. В этих словах можно угадывать следующее. Человека нужно врачевать из Писаний. Во-первых, в первую очередь, это две монеты, то самое необходимое, которое будет истрачено на врачевание побитого, на врачевание Адама. Но потом есть какие-то дополнительные источники врачевания, можно еще и больше истратить, и потом за это получить от Господа возмещение, некую награду. В этих словах можно угадать привлечение к врачевству Адама посторонних средств. Например, литературы, музыки, науки и так далее и тому подобное. То есть, современный пастырь Христов, патриарх, митрополит, епископ, священник, диакон, катехизатор, законноучитель, проповедник, благовестник, исповедник – это человек, который должен быть широко и глубоко образован и должен урвать все цветы, которые на поле растут, составляя обширный букет апологетики, проповеди, защиты, доказательств. Человек современный наукообразен, и нужно ему иногда дать какой-нибудь научный аргумент. От археологии, от какой-нибудь физики, если, конечно, можешь. Если можешь, похвала тебя. Если ты знаешь Писание и знаком, например, с этими вещами, с научной апологетикой, ну так ты тогда боец изрядно сильный. Тебя тогда будут бояться всякие сопротивляющиеся тебе. Ты можешь быть хорошо знаком, например, с историей, общечеловеческой, гражданской историей, или с историей своего собственного народа, тогда с тобой трудно спорить. Ты тогда, оперируя фактами, характерами, персоналиями, доказаешь какие-то важные вещи и приводишь людей к каким-то важным выводам. Ты можешь защищать историю церкви, защищать христианство перед лицом нападающих на него полуграмотных таких петухов, таких скакунов. Они скачут, толком не знают ничего, скачут с места в карьер. А если человек грамотный, говорит, стоп, это прекрасно. Нам так нужно таких мудрых проповедников, этих толковых знатоков самых разных областей человеческого знания. Это, повторяю, может быть и наука, и культура. Это человек может быть музыковедом, каким-то художником, или хорошо знать историю живописи, или хорошо разбираться в поэзии, в чем-то еще в военной истории, в гражданской истории. И тогда психологии, философии, во всем, в чем хочешь. Это дополнительные средства, которые нужно истратить на лечение Адама. Потому что человек, знаете, его нужно в уме сдвинуть с места. У него в уме там всякие такие неподвижные, мертвые какие-то глыбы, такие навороченные, таких разных заблуждений. Нужно их сдвигать. А чтобы сдвинуть их, нужно приложить немалые усилия. Или какую-то хитрую инженерную работу. Так что нужно дополнить сокровищницу церкви личными усилиями. У апостола Павла в послании к филиппийцам есть такой интересный, такой поэтичный, такой вдохновенный гимн, такой вопль любви. Он говорит, а итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, имейте, будьте единодушны, единомысленны. Павел – это человек, богатый всем. Это человек, который душою своей взлетал выше любой космической ракеты. Он до третьего неба был в рай поднят однажды и слышал неизреченные глаголы. С ним лично общался Господь Иисус Христос по воскресенье. Неоднократно. Говорил ему лично, устами к устам, как когда-то Бог разговаривал с Моисеем. Он был полон исцелений, которые изливались из него, как из рога изобилия. Так что даже детали одежды, самые незначительные в виде разных поясов и перевязок, или полотенец, которые были на его теле, служили источниками исцеления для различного рода страждущих больных. Этому человеку, который был сам весь, как ключ кипящий целебной водой, не было нужды вроде бы что-то просить. Но Павел, братья и сестры, это не просто, это сын церкви. Он питал церковь, но он сам от нее и питался. Он не отец церкви, он ребенок церкви. Он ее поддержал, укрепил, помог, он родил поместные многие церкви и общины, но он сам по себе тоже сын церкви, тоже сын благодати. Поэтому Павел говорит, молитесь за меня. То есть он, горячий в молитве, чудотворно молящийся, говорит неоднократно, молитесь за меня, чтобы открылась мне дверь благовествования, ощущал себя нуждающимся в чужих молитвах. И говорит, дополните мою радость. То есть вот вам то, вот вам это. То есть я вас учу, там, милосердию, нищелюбию, состраданию к ближним, мужеству. То есть вы, как он там раньше пишет, что вам Господь Бог дал не только в Него веровать, в Христа веровать, но и за Христа страдать. То есть все есть у вас. Даже страдания за Христа вам подарены. Настолько вы богаты. А потом говорит, дополните мою радость. То есть что-то еще у него нет. То есть он не может объять все. Он ведь человек, это у Бога есть все, а даже у Павла всего нет. И он, видите, перечисляет. Если есть еще какое утешение, какая отрада любви, какое общение духа, какое милосердие, сострадательность, дополните мою радость. Это говорит, братья и сестры, о том, что мы не просто пользователи духовных дарований, духовных разных подарков, благодатных всяких явлений, таинственной жизни церкви. Мы не просто потребители духовного товара, как сегодня человек хапает, хапает, никак нахапаться не может. Такое все ему мало. Мы должны дополнить сокровищницу церкви. Мы должны и вложить в нее что-то, в эту копилочку. Мы должны быть изобретательными на добро. Простыми на зло, как младенцы, то есть незлобивые, как голубь неискусный на хищнические повадки. Должны быть люди, христия во Христе. Но вместе с тем должны быть изобретательны на добро. Говорит, дополните мою радость. То есть добавьте к двум монеткам, оставленным добрым самарианином, на лечение побитого, добавьте еще что-нибудь. А Господь вернется и наградит потом тебя за то, что ты еще изобрел некий способ врачевания. Еще нашел что-то такое, что полезно человеку больному. То есть человек, верующий, призван к творчеству, призван не только к потреблению церковных богатств, а призван к умножению церковных богатств. Так вот остановится человек и подумает, а что же я могу принести в церковную казну, так сказать, в духовную сокровищницу. Что же я принесу туда? Вот с этой мыслью можно пожить. Можно пожить с ней день, ночь переспать, можно недельку походить с ней, можно несколько лет прожить с этой мыслью, а потом что-нибудь, да, и принесется. Потому что, да, мы должны оставлять по себе след, не наследить вот именно, да, в жизни, но оставить по себе след. И обязательно должны внести самое дорогое в сокровищницу всего самого дорогого в мире. Церковь и есть сокровищница всех драгоценностей мира. Там лучшие произведения искусства, там, самые красивые песни пропеты там, самые грандиозные сооружения построены во славу Отца и Сына и Святого Духа. Самые чудные иконы и картины написаны во славу Девы Марии и родившегося с ней Иисуса Христа. Все подвиги, все порывы, все стремления, все пролития крови бесстрашные, все лишения и жертвы, все там, все туда. Значит, и мы тоже должны принести дополнительную похвалу. То есть дайте, как два, знаете, псаломщика между собой так спорили, как у кого в церкви поют. Один говорит, у нас поют, Господи, помилуй. А еще, говорит, что поют, подай, Господи. А второй говорит, а у нас еще поют тебе, Господи. Понимаете? Вот мы все, подай, Господи, Господи, помилуй, а надо что-то же тебе, Господи. Вот так что, братья и сестры, дополним Павлову похвалу. Если есть какая-то радость еще, есть какое-то утешение, общение Духа, некая сострадательность, то Павел просит, дополнить мою радость. Давайте что-то постараемся, значит, и мы войти в радость Господа своего, дополнить церковное богатство. Вот что сегодня я хотел вам сказать. Ангелы-хранители, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова